Здравствуйте и добро пожаловать на мой канал. В этом видео мы снова поговорим о Донье Кабе, о ее молодом муже, который, этот молодой муж, осыпает Донью такими словами, такие слова он Донье говорит, что если бы мы все это услышали, мы попадали бы со стульев, мы с табуреток бы все попадали, потому что таких слов Донье никто никогда не говорил. Такого она ни от одного мужчины никогда не слышала, но Селимон заливает ей в уши такие речи. Если бы вы только знали, нет, Донья не будет нам рассказывать в подробностях, что конкретно ей говорит Селимон, да и не сможет она, потому что Ютуб такое не пропустит, там такие откровенные признания. Если бы мы все это услышали, у нас бы не осталось никаких сомнений в том, что речь тут идет об истинных, реальных, честных и чистых отношениях, и мы бы тогда перестали сплетничать раз и навсегда, и мы бы тогда поняли, что между Селимоном и Доньей чистая, искренняя любовь, и мы все бы за них искренне порадовались. Вот такое откровение от Доньи Кабе, что там такого Селим ей рассказывает, мы не знаем, но если бы только мы это услышали, мы бы в корне поменяли отношение к этой паре. Вообще, на вчерашний стрим Донья заявилась с видом победителя и с триумфом в голосе Донья заявила нам, что на фоне бывшей Селимона Донья вне конкуренции. Дело в том, что бывшая Селимона живет в Агадире. Она марокканка, в свое время училась в Измире. Они с Селимоном встречались, очень плотно, тесно общались их семьи. Девушка на пять лет младше Селимона, то есть практически Донье годится в правнучке. Красотка, говорит Донья Кабе. Селимон показал ей фотографии. Просто модель, просто актриса кино. Такая красавица. Ты что, говорит Донья Селимону, ты что сглупил, променял вот такую красотку на меня. Что ты, говорит Селимон, я когда с тобой, я не чувствую разницы в возрасте. Ну, это типичный подход пикапера, типичный подход Альфонса. Они очень часто применяют такой подход, чтобы жертва не сорвалась с крючка. Они начинают показывать своей нынешней, скажем так, престарелой пассии фотографии своих бывших. А там фотомодели. И вот они потом этой своей новой пассией втирают. Да что ты? Они тебе в подметки не годятся. Да они молодые, но они такие глупые. С ними даже поговорить нельзя. Донья же сказала, что в таком возрасте, в котором она сейчас пребывает, кекс уже не самое главное. Главная душа. То есть все эти рассказы о том, что у них там бессонные ночи любви, это, конечно же, все сказки. Потому что вчера же Донья призналась, что она очень плохо спит ночью, боли в ногах несколько раз. Она встает в течение ночи, ходит в туалет и только под утро засыпает. А в это время как раз Селимон уже просыпается и начинает ее тормошить. Будет ее, короче говоря. Ну, это, как говорится, ладно. Так вот, Селимон стал показывать Донье фотографии своей бывшей. Она красотка, она живет в Агадире, Селимон с ней переписывается, объясняя это тем, что она же должна договориться с той ночлежкой в горах. Те же должны вернуть деньги, вернут они деньги через нее, ей там как-то на карту переведут, а потом они, возможно, если деньги вернут в Агадире, где-нибудь пересекутся, Донья будет грозно сидеть в машине, а Селимон выйдет и поговорит с этой своей бывшей, она передаст ему конверт с деньгами. Правда, Селимон послал и бывшей своей фотографию жены. Уже после того, как они с Доней расписались, Селимон послал своей вот этой бывшей из Агадира свадебные фотографии, и та написала, твоя жена очень красивая. Поэтому Донья сидела на стриме в полной уверенности в своей неотразимости, с триумфом во взгляде. Селимон предпочел этой красотке молодой, ее Донью Кабе, выбрал ее, потому что та, хоть и красотка, хоть и молода, но там нет той глубины, которую может предложить Селимону Донья. Глубины души нет той, понимаете? Поэтому Селимон, конечно же, предпочитает Донью, и Донья на седьмом небе от счастья. Что еще нужно женщине? Ни о каком последнем вагоне речи быть не может, говорит Донья. Я такая женщина, что я и в 80 лет, и в 90 заскочу в любой вагон. Нас не догонят, говорит Донья. Я этот вагон перегоню и на ходу остановлю, и культурно, и элегантно в него взберусь. Вот такая философия жизни у Доньи. А вы говорите про какой-то последний вагон. Да вы что? Селимон вообще настаивает на том, чтобы у Донни снова заработала фабрика. Селимон хочет детей. И он довольно часто смотрит на нее своими большими и грустными глазами и вопрошает, не согласится ли она родить ему Селиму, Селимку-младшего. Но Донья как-то не решается на этот шаг. Какая фабрика, говорит Донья? Я эту работу уже проделала. Ну а если возвращаться к нашей молодой марокканке из Агадира, бывшей Селимона, то тут, конечно, не все так просто. Во-первых, как выяснилось, Селимон может немножко говорить по-арабски. У Селимона мама арабка. Из какой страны, мы не знаем, но вполне возможно, что мама как раз-таки родом из одной из этих вот североафриканских стран. Будь то Марокко, Алжир, Тунис, вполне возможно. Это тоже арабские страны. Так вот, Селимон, как выяснилось, по-арабски может говорить чуть-чуть. Например, когда они паркуются и подходит какой-то там мужик помогать Селимон, с ним общается по-арабски. Говорит какие-то фразы по-арабски. Но свободно говорить Селимон по-арабски не может. Зато их кузены Селимона говорят свободно по-арабски, как на родном. Все это лишь подтверждает тот факт, что Селимон спокойненько торгуется с этими мужиками на рынке, когда он там пытается до не сэкономить какие-то деньги и какую-то часть положить себе в карман. Это многое объясняет. Во-вторых, опять какие-то конверты с деньгами. Это бывшая должна подъехать, Селимон выйдет из машины, этот конверт передадут, Донья будет сидеть в машине. Просто какие-то кинокадры нам описывают. И вообще вчерашний стрим прошел под знаком денег. Донья побежала к Селимону выяснять, сколько же он зарабатывает в месяц. Нам она рассказывала, что Селимон зарабатывает 100 лир в месяц или в день. А выяснилось, что зарабатывает он 500 лир. Не помню, в день или в месяц. Я не разбираюсь в турецкой валюте. Но, короче говоря, выяснилось, что Селимон зарабатывает где-то 450 долларов в месяц. Ты богатый, Буратино, сказала Донья. Я думала, намного меньше. Все-таки я сумму, наверное, называю в день. 100 лир в день, 500 лир в день. Простите, я как-то запутался. Доллары, лиры. Донья все время перепрыгивала с одной валюты на другую. В общем, короче говоря, 450 долларов в месяц. Донья на этом не успокоилась, а стала расспрашивать, выпытывать у Селима, знает ли он, сколько она зарабатывает. Тот тоже запутался, но почему-то подумал, что Донья ему предлагает эти деньги, хочет ему отдать эту сумму. Вот такие высокие отношения. Конечно же, Донья снова начала нам рассказывать про то, какая тяжелая судьба у родственников Селима, в частности, у его мамы, у его папы, потому что у папы сердце. Папа вообще уже давно не работает. Селимон содержит всю семью, кормит их всех, обувает, одевает. И когда он переедет в Соединенные Штаты, он, конечно же, будет посылать домой деньги. Будет посылать первое время деньги в размере своей месячной зарплаты в Турции, то есть 450-500 долларов в месяц. Ну, а потом уже подрастут братья, говорит Донья. Там же братья учатся в институте. Они подрастут, они начнут работать, они будут содержать семью. Но это Донья так решила. А мне все-таки кажется, что Селимон как посылал деньги, так и будет посылать деньги. Потому что для него семья – это именно те люди, которые там. А Донья – это так. Знаете, Донья – это трамплин. Донья – это соратник и товарищ, который помогает Селимону выбраться из грязи в князи. Ну, нет у Селимона перспектив в Турции. Нет. Гараж, таксопарк – это его уровень. То есть дальше он в Турции уже никуда не сможет расти. А ему очень хочется. Но я почему-то думал, что переехав, например, в Соединенные Штаты, Селимон сможет выучиться на механика, чтобы чинить автомобили. Это денежная профессия. В США без машины никуда. Да, вы мне можете возразить, мол, шофер и механик – это две разные профессии. Я понимаю. Но нам-то рассказывали о том, что Селим очень любит машины, во всех их проявлениях, обожает автомобили, помешан на них. И в таком случае вполне было бы, например, логично переквалифицироваться в механика, потому что это все-таки смежные какие-то профессии. Но нет, Селимон пошел учиться. Два раза в неделю ходит на курсы по изучению компьютера и два раза в неделю на курсы английского языка. Привез с собой учебники по английскому языку, по русскому языку. И даже вчера утром, когда Донья проснулась, она застала Селима за книгой. Изучает английский язык, что-то записывает, делает упражнения. Донья хотела его заснять на телефон, но он тут же засмущался. Вообще Селимон смущается. Обычно он поет, шутит, веселится. Но как только Донья включает телефон и хочет Селимона снять на телефон, он тут же закрывается, он тут же замолкает. Очень серьезный мужчина, говорит Донья. Очень серьезный. И вообще, чем ближе мы к расставанию, тем грустнее становятся глаза Селима. Селимон очень сильно переживает расставание, говорит Донья. Взгляд его грустнеет, лицо его омрачено печалью, и песни, которые он исполняет, тоже грустные. Слышны минорные нотки. Это все очень, конечно, грустно. Не могу дождаться, говорит Донья, когда Селимон приедет в Майами, и я покажу ему новую страну, новую реальность. Хочу смотреть на его реакцию. Это так здорово переживать какие-то эмоции заново, смотря на все взглядом Селимона. Вот такие планы. А если не получится с Майами, если не дадут Селимону визу, то у Дони уже есть план. Донья нацелена на Испанию. Она уже все изучила. Она уже понимает, как это можно все сделать. И у нее есть план Б. Она обязательно рванет в Испанию. Тем более, что Испания – это ее мечта. Вот такие планы у Дони. Селимон же удивил Донью признаниями о том, что ему очень нравится в Агадире. В Амаракеше – нет, не понравилось. А в Агадире совсем другое дело. Все чистенькие, опрятненькие, все красиво. Едешь на машине вдоль набережной, вокруг чистота, новостройки. Базар, рынок тоже очень интересный. Кстати, сегодня они снова рванут на рынок. Донья очень хочет, чтобы Селим помог ей выбрать платок. И чтобы ей прямо на рынке этот платок повязали, вот так, как нужно, профессионально. И Донья в этом платке будет весь день ходить. Специально надела длинное платье в пол, чтобы не выбиваться из толпы. Донью, конечно, спросили, а как же розовая юбка? Вы же ее с собой взяли. Почему вы в ней не пойдете гулять по Марракешу? Нет, говорит Донья. Буду выбиваться из толпы. Поэтому сегодня в планах у Доньи рвануть на рынок, повязать платок и ходить по городу, как и все остальные женщины. Донья присматривается к женщинам и подбирает себе новый образ. И Селимона в Агадире все устраивает. Он с радостью бы вернулся, признался Селимон. Если в Марракешу он и за миллион не согласился бы жить, а тут он прям в таком восторге. А какие в Агадире мясные ряды. Донья сходила на экскурсию в мясной ряд. Донья устала от марокканской еды. Не зашла марокканская еда. Там вечно какие-то пряности не такие, картошка не такая какая-то. Единственное, что Донье нравится, это мясо. Баранина, баранинушка, баранина на косточке. Так вот, Донья сегодня уже пойдет в мясной ряд. Купит баранинки, купит картошечки. Все это в домашних условиях приготовит, чтобы не дергаться. Надоели уже эти рестораны. Завтрак у них тоже дома. Едят они вообще один раз в день. Поэтому Донья рассчитывает на то, что она, естественно, сбросила вес. Но, как говорит, вернусь в Майами, буду снова переходить на коробочки. У Донни остались коробочки. Говоря о Майами, давайте скажем, что Родни там рвет и мечет. Доню спросили, что там с Родни, что там за письмо было такое серьезное. Донья сказала, что не будет об этом сейчас говорить, но там какие-то очень серьезные финансовые проблемы. Сейчас пора сдавать налоги. Донья там, видимо, что-то снова напортачила. Что-то там опять не сошлось, дебет с кредитом. И Родни очень переживает. Не дождется, когда Донья вернется с очередного курорта, чтобы с ней, видимо, поговорить серьезно на эти темы, на тему финансов. Не знаю, будет ли нас Донья посвящать в эти разговоры или нет, но Донья особо не парится по этому поводу. Вы знаете, Донья обвиняет нас. Говорит, стала поправляться из-за стресса. Это единственный фактор. Я стала поправляться, потому что слишком большой стресс на этом Ютубе из-за хейтеров и обзорщиков. Очень, конечно, складывается интересная картина из-за каких-то безликих хейтеров, из-за каких-то безликих обзорщиков, которые, по словам же Донни, сами там чего-то придумывают, сами чего-то выдумывают. Это все ложь. Из-за этого у нее стресс. Такой стресс, что иногда не хочется просто вставать с кровати. А из-за финансовых проблем, в которых Донья погрязла, долги какие-то, задолжности, черные списки. Из-за этого у Доньи нет никакого стресса почему-то. Донья спокойно продолжает наслаждаться жизнью в Марокко, тогда как Родни прямым текстом ей пишет, что там серьезные проблемы. Ей как-то это по барабану. Из-за этого у нее стресса нет. Зачем из-за этого стрессовать? А вот какие-то безликие обзорщики сделали видео. О, у Донни стресс. Донья не может ни есть, ни пить, и не хочет даже вставать с кровати, не хочет идти работать. Это обзорщики виноваты. Вот такая у нас вырисовывается картина. Если у вас есть какие-то замечания, дополнения по всему вышесказанному, пожалуйста, пишите, делитесь. Я лишь напомню, что это был обзор на вчерашний стрим. Сегодня утром Донья снова выходила на прямой эфир перед тем, как поехать на базар. Я этот прямой эфир пока еще не смотрел из-за разницы во времени, но как только посмотрю, обязательно мы это все снова обсудим. Надеюсь, что у вас все хорошо. Благодарю всех за комментарии, за то, что поставили лайки, за то, что подписались на мой канал. Мне очень приятно. Еще раз желаю всем всего самого наилучшего. До новых встреч на моем канале. Пока-пока. Пока.